Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно. Чтобы обеспечить беспрерывные дежурства, члены общественной палаты начали привлекать волонтеров. Недостаточно просто принимать товары. Их необходимо заносить в реестр, сортировать, раскладывать в коробки. Задача непростая, но и неравнодушных людей в Ленинском округе хватает. Я как активный гражданин решила помочь, потому что работа сложная, трудная. И в данный момент нужно вообще помогать друг другу. Слава Богу, таких людей у нас много. Слава Богу, что такие люди отзывчивые есть. Дай Бог им всем здоровья и мирного неба, конечно, головой. А бывают дни, когда в помещении общественной палаты, где располагается центральный пункт сбора гуманитарной помощи, особенно многолюдно. Раз в неделю происходит отгрузка товаров. Теперь эти собранные жителями Ленинского городского округа товары отправятся в региональный пункт сбора гуманитарной помощи, откуда она будет распределяться среди беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В этот раз в Домодедово повезли около 900 килограммов необходимых вещей. А за все время благотворительной акции удалось собрать более двух тонн гуманитарной помощи. Многие покинули свои дома и остались без средств на существование вообще в целом. И Россия одна из первых, кто, мне кажется, должна помогать. И мы первые присоединились к этой акции. Очень помогаем и призываю всех также помогать. В пункте сбора принимают только новые вещи с этикетками. Продукты исключительно с большим сроком годности. Многие благотворители приносят товары для детей. Питание, одежда, книги. Однако имеется потребность в вещах для взрослых. Основной запрос сейчас у нас на одежду для взрослых людей. Как для женщин, так и для мужчин. Мы должны понимать, что люди покинули экстренно свои дома, не взяв с собой все самое необходимое. И для того, чтобы им сейчас активно внедриться, элементарно даже обратиться в соцзащиту для постановки на учет, им необходимо в чем-то выйти. На сегодняшний день беженцы полностью обеспечены всем необходимым. Поэтому сейчас сбор гуманитарной помощи идет для жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые остались на родине. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.